Освоим основы работы в Mininet. Самые простейшие действия. Мы рассмотрим работу в Mininet с помощью командной строки и работу в Mininet с помощью графического интерфейса и так с помощью командной строки мы создадим топологию по умолчанию и проверим связанность этой топологии. Топология по умолчанию у нас задается с помощью набора команд которые мы освоим Проверка связанности с помощью стандартных команд в части команды ping Также можно работать и в графическом окружении но правда на мой взгляд графическое окружение дает меньше возможности свободы действия Недаром сейчас Мейнстримом является нечто как код АСКОД Например Конфигурация АСКОД и так далее Значит Что у нас в начале мы построим топологию Топологию мы построим с помощью графического интерфейса С помощью работы мышкой Также все настройки сделаем Далее проверим опять же в графическом интерфейсе связанность Мы при проверке связанности и построении топологии Введем вручную IP адреса Но на самом деле Мининет может выдавать IP адреса автоматически Это его свойство по умолчанию Поэтому посмотрим каким образом Выдаются IP адреса автоматически Ну и в конце Мы Посмотрим как проходит Сохранение И загрузка топологии Мининет Итак Запустим терминал И сделаем Профиль Кринкаст И Вторую Запустим Ignite Commander Это мы будем пробовать Копировать информацию Виртуальная машина к себе и обратно И запустим Виртуальную машину Вот запустилась виртуальная машина Проверим Ее IP адрес Мининет И в конфиг Вот Не изменился Естественно у вас может быть Другой IP адрес Перешли в консоль SSH Мининет Собака 192.168 56.103 Вот мы подсоединились Вначале проверим Что у нас работает Аутентификация Иксов И под пользователем И под рутом Икс терм Под пользователем Нормально Судо минус А Икс терм Не работает Да Смотрим Икс Аут Лист Дисплей Переходим Икс Аут Копируем Правой Кнопкой Мышки Выделили Средней Вставили Стерм Теперь работает Итак Давайте Запустим Мининет Вот у нас Перейдем Вот Там Мининет Запускаем Ну Как я уже И говорил Что Он требует Рутовые полномочия Поэтому Мы его Под суду Запускаем Вот Он запустился И В принципе Всю топологию Прописал Итак У нас Один контроллер Не обращая Внимания Пока Свитч Один Два Хоста И Линки Между Хостами Для того Чтобы Посмотреть Что мы Можем Сделать Мы Можем Набрать Команду Help Вот У нас Набор Команд Мы Можем Уточнить Что они Означают И Пример Работы С Этими Командами Ну И так Что мы Хотим Посмотреть Какие Ноды У нас Используют Берем Нод И увидим Что Вот У нас Фактически Свитч С1 Два Хоста H1 H2 И Контроллер Кроме Того Что Мы Видим Как Эти Ноды Какие Ноды Есть Мы Также Можем С помощью Команды Net Посмотреть Связь Этих Нод Что Мы Видим Хост 1 Связь Ethernet 0 Хоста 1 С Ethernet 1 Свитча Хост 2 Связь Ethernet 0 Хоста 2 Со Свитчем Ethernet 2 Свитча Для Свитча Мы Видим Loopback Интерфейс И Связь Двух Его Ethernet С Хостом 1 И С Хостом 2 Мы Можем Пострелить Параметры Каждого Хоста Для Это Мы Должны Набрать Вначале Узел Хост 1 А дальше И В Конфиг Униксовая Команда Для Того Чтобы Посмотреть Конфигурацию Интерфейсов Мы Видим Интерфейс Ethernet 0 Хост 1 Его Адрес Маску И Мы Видим Loopback Интерфейс Хостом Интерфейс Точно Так же Вы Можете Посмотреть Интерфейс Настройки Интерфейсов Других Узлов Теперь Мы Проверим Связность Вот Если Мы Посмотрим Конфигурацию H2 То Увидим Что Его Адрес 2 Поэтому Мы На H1 Запустим Пинг На 10 0 0 2 Вот Пинг Прошел В отличие От Инексового Пинга Который Отличие Виндового Пинга Который Четыре Раза 4 Репла Послал Он Перестает То Тут Мы Можем Остановить Только Помощь Ctrl C Ну Или Задать Параметры Что Мы Посылаем Определенное Количество Пакетов Ну Вот Пожалуй Это Основные Операции Мы Можем После Этого Остановить Эмуляцию Exit Ну И С Помощью Операции Каман Опции Минус C Мы Можем Очистить Полностью Всю Симуляцию То есть Как Видите Он Все Временные Файлы Удаляет Какие У нас В Симуляции Были То есть У нас Полностью Очищается Симуляция Ну А теперь Давайте Мы Посмотрим Создание Топологии Сети С помощью Графического Интерфейса Значит Графический Интерфейс Лежит У нас Ну У нас Вот У нас Наш Каталог Там У нас Лежит Мининет В нем Опять же Папка Мининет Папка Examples И Вот Мы Увидим Исполняем Файлы Все И Нас Интересует Редактор Мининета Он Называется Так Мини Эдит Вот Мы Его Запустим С помощью Суду Вот Он Запустился Наверху У нас Команды Команды Это Preferences Это У нас По умолчанию Сеть Которая Используется Это Хосты Это Вот Свитчи Которые Мы Будем Использовать Роутеры Клинки Контроллера Пока Не будем Использовать Давайте Сделаем Нашу Топологию Для Этого Щелкнули Сюда Щелкнули Сюда И Сюда Два Хоста Посты Посты Пропертиз Пропертиз Десять 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 Ноль Ноль Два 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 Пустим Я там Я что Задал По-моему Я опечатался Не ноль А один Вот так вот Ну вот Собственно Мы Задали Адреса Ну и Теперь Мы Хотим Посмотреть Как Работает Симуляция Симуляцию Надо запустить Кнопка Ран Вот она Ну или Вот тут Ран Эти Кнопки Стали Серыми Ну потому Что Сейчас Мы их Использовать Не можем Правая Кнопка Терминал Запустили Терминал Хост h1 И в конфиг Ну и пропингуем Второй хост Два Как видите Все пингуется У нас Связанность Есть Связанность У нас Работает Ну и Теперь Ctrl D Значит Связанность Мы проверили Также Вы Проверьте Связанность Со стороны Коста 2 И Посмотрим По Автоматическому Значению Адресов Остановим Симуляцию Удалим Поставленные Адреса Автоматическое Назначение Адресов Это Основной Функционал Для того Чтобы увидеть Что он Действительно Автоматически Назначается Давайте Тут 15 Зададим Это Сеть С которой Мы Работаем В результате Вот у нас Ничего не изменилось Но Запустим Посмотрим Терминал И в конфиг И вот Мы видим Что у нас Сеть Уже Стала 15 Остановили Можно вернуть Обратно Но Можно просто Потом Очистить Все Значит Тут у нас Хочу Обратить Внимание Что В данном Случае Toolkit Работает Таким Образом Что Он Пишет Только Когда Стрелка Мыши Поверх Этого Toolkit То есть Если мы Мышку Убрали То Он Сразу Теряет Фокус И Набирать Нем Уже Не Получится Ну Вот Видите У нас Пожалуйста Мы Запустили Run Терминал И Увидели Что У нас Опять Вернулась На Сетку 10 Оп Остановили Работу Нашей Сети Точно Так же Вы Можете Проверить Второй Хост И Соответственно Пропинговать Оба Хоста Ну Точно Субтитры создавал DimaTorzok